У меня выхода нет. Мне надо чем-то заниматься полезным или я просто умру. Мне неинтересно жить, мне неинтересны деньги, мне неинтересны какие-то блага, должности или еще что-то. Это пыль и оно не нужно. Самое важное, что сейчас у меня осталось, это приносить пользу. Приносить пользу моим собратьям, солдатам, бойцам Донецких и Луганских народных республик, приносить пользу народу, который живет на Донбассе, приносить пользу народу России и народу того же Афганистана, Средней Азии. Потому что везде, скажем так, Советского Союза нет, но эхо от пыль, от, скажем так, сейсмическая энергия, которая пошла от развала Советского Союза, она еще отражается во многих людях, в поколениях еще будет отражаться. И те люди, которые привержены к этому, это наши братья. И надо сделать все, чтобы облегчить им жизнь, чтобы как-то объединять их, объединять их по тем же правилам, которые там выставила нам демократия, скажем вот это. Я, допустим, мусульманин, но есть православные, которые правду славят. Эти люди, они понимают, что вначале было слово. То есть, в слове заложено цвет, краска, смысл, энергия. Все, что объемлемо, вот есть в этом слове. Вот когда говорят православные и мусульмане меня поймут, когда говорят, Господь говорит, будет, будь, это будет, потому что будет. Это от слова. То есть, эти слова и смысл сказанных в них, и те билборды, которые мы видим, те рекламы, которые мы видим, это большое колдовство, которое Марокко наложено на наше поколение сейчас. Отсюда и война, да? Отсюда и война, в том числе. Мы-то воюем, скажем так. Знаете, как эта песня, последние там столько-то лет мы воевали сами собой. Но есть, знаете-ка, есть правда силы, есть сила правды. Вот. И, казалось бы, термины почти одинаковые, но суть и смысл у них совершенно абсолютно разный, короче. Вот. У нас сила правды, а у них правда силы. И потому мы в обороне, правильно? Да, и потому мы в обороне. Ну, скажем так, рано или поздно, рано или поздно, если мы хотим победить в этой войне или хотя бы оградить, мы должны прийти к нападению. Потому что никогда еще в жизни, никогда еще в жизни ни одна война только на обороне не выигрывалась. Зато все войны в мире, которые велись только на обороне, они проигрывались. Так было, так есть, и мы этого не изменим. Здесь все только начинается. И, к сожалению, хотим мы этого, не хотим мы этого, связано ли это с безволием Якшани, с этими партнерами там или еще что-то там, да? Разницы нет. У нас это 40 лет идет. Здесь это только началось. К сожалению, в этом большой, допустим, глобальной войне мы проигрываем этап за этапом. И тот этап, допустим, в Афганистане шла война, чтобы и здесь ее не было. А люди этого не понимают до сих пор. Там мы проиграли и до сих пор захлюбываемся в крови из-за этого. И она дошла сюда. Вот она 100 километров по прямой, допустим, сейчас у нас Ростовская область. В Ростовской области этого не понимают. Они живут в своем Марокке. У нас есть булавы, у нас есть Путин, да наша армия, ого, да мы там это, да мы там то. Не понимая, что один год армии там ничего не даст. Человек-то тут просто можно научить маршировать только за один год, допустим, бойца. Все, получается. За это время у нас все хуже и хуже и хуже жизнь настолько стала тяжелой и невыносимой в Афганистане, что здесь, учитывая нынешние минусы, там безработицы, там постоянные обстрелы, постоянные нервозы и т.д. и т.п. Это рай. По сравнению с тем, что сейчас в Афганистане. Есть с чем сравнивать. Так точно. Мне-то есть с чем сравнивать, да. И я понимаю, что эти люди, допустим, да, они говорят, мы заложники. Да, они заложники, это ситуация, но коль уж ты заложник, тебе надо выбрать. Или так, или сяк. Остаться в стороне тут уже не получится. Не получится. То есть, знаете как, моя хата с краю, у меня там, слава богу, там вот я не замешан, там вот я подожду, пока там они все поубивают друг друга и в итоге кто победит, я тут флаги возьму, там власть меняется, как в этом фильме, там будем откладывать. Этого не получится, этого не будет. Эта война будет длиться здесь очень долго, к сожалению. И сейчас у нас идет обкатка здесь, наших бойцов, с новым опытом ведения этой войны. С тем, что вот в нужный момент, допустим, в Сирии, я не уверен, что в Сирии столько войск у нас, которые там будут обкатаны и смогут в нужный момент принять, там вступить в глобальную войну. Нет такого, не будет. В любом случае, вот знаете как, мега не было бы счастья, да не счастье помогло. В любом случае, здесь идет обкатка наших бойцов. В любом случае, мы начинаем получать опыт ведения современной оборонительной войны с превосходящими силами противника, который противостоит именно регулярной армии, со всеми натовскими там прибабахами, со всеми помощью, которая придает им НАТО. Да, им НАТО помогает, их НАТО структурирует, им НАТО дает. И хотим мы, не хотим, мы все равно здесь, мы здесь отстоим. Потому что сейчас вот время играет против нас, но она также играет и против Украины. Понимаете, я потерял бдительность, я поверил в свою непобедимость. Ну, бывает, на войне бывает такой момент, когда, вы знаете, во время Великой Отечественной войны, когда человека надо обязательно выводить с позиции, чтобы они там поплескали, спортянки постирали, на песочке полежали, чтобы появилась тяга к жизни и к другим ценностям. И когда они возвращаются на позицию, у них появляется страх. И этот страх – гарантия того, что ты останешься жив. Слишком много чередуя одну позицию за другой, одну позицию за другой, и не выходя на отпуск, там, как раз это получилось за два дня до моего отпуска. Короче, первый отпуск за всю войну на этот момент. Вот. Я потерял страх. И я слишком много вылазил, я слишком много уже… Я потерял страх. Это чревато. Страх должен быть. Подрался я на украинском мини, потому что она была развернута в нашу сторону по той тропе, на которой я постоянно ходил, где я периодически… А я облазил, там все. Я знал каждую травинку. То есть, там, ну, произошла определенная вещь. То есть, были бы произведены там определенные манипуляции рядом с моей позицией, что я обязан, что я вынужден… Они знали, что я туда вылезу, я обязательно посмотрю это место, и просто тропа была уже заминирована. То есть, я потерял бдительность. А они поймали на живца, получается? Так точно. У нас реальная потеря. Мы вышли там обмызганные, грязные, построились на этой плацу, разговаривали с этим командиром полка. Он там, ну, обвинял нас в трусости, в халатности. Мы грязные, обмызганные, там, внешний вид у нас не тот, там, такие вещи нехорошие. Высокий, длинный, какая есть. Я его запомнил. Вот. И тогда мы попросили один взвод на усиление. Он обозвал нас лентяями, лодырями и отправил обратно на позиции. Все, можно было решить силами одного взвода. Мы бы его оставили у себя на алмазах, сами бы выдвинулись, выкинули бы всех и все. Закрепли бы за собой эту прумку. И у нас там погибших где-то два батальона, в общем. Два полнокровных батальона с того момента, по сей день, на прумке мы потеряли. Говорят, там, вот, никто вас туда не посылал, никто там, там, кто вас заставлял это делать или т.д. и т.п. Долг сердца заставлял. Душа заставляла. Вот. И они пошли. И наш долг, наш долг, это братство укрепить. Потому что нас становится меньше, наши бойцы. Скоро, скоро. Вот представь себе ситуацию, брат. Один человек побыл один год на позициях, он уже становится инвалидом. Почему? У него не планета уже инвалидом. У него будут проблемы со здоровьем. Потом, потому что он находится год в сырости, в холоде, в зное, в жаре, копает днем и ночью. Это грыжа позвоночника. Это что-то там с сердцем. Это с давлением. Это еще, то есть, те обращения в больницу, они еще, на самом деле, не такие частые. Скоро их будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Поэтому мы должны будем подготовить уже несколько вариантов решения этих проблем, которыми мы будем заниматься. Первая из них, это ампутанты.